Здравствуйте, товарищи! Меня зовут Михаил Судаков. На этом канале я реагирую на кей-поп, а еще реагирую на музыкальные шоу. Продолжаю следить за очень интересным шоу A2K, America to Korea, в котором Пак Чиньон, джук великий ужасный, собирает себе группу для штатов, но для штатов, для международного рынка, скорее всего, но при этом состоящую из американок. Преимущественно, да, преимущественно, целиком из американок, просто разные национальности, часто. 16-17 эпизод, началась вторая половина, то есть теперь они все, девчонки, переехали в Корею. В Корею переехали, это очень мило, это очень чудесно, и несмотря на то, что 16-17 эпизод началось очередное оценивание, у них индивидуальная миссия, то есть они за полгода, которые прошли между штатами и Кореей, должны были что-то такое подготовить хорошее, уже, точнее, прокачаться как следует, да, самостоятельно, а потом приехать сюда и за две недели подготовить какую-нибудь выступление офигенное с помощью вокальных тренеров, танцевальных тренеров и прочего, прочего, прочего. Соответственно, во-первых, сначала показали, как девчонки... А, к чему я это говорил? Я это говорил к тому, что логично было бы, наверное, 16-17-18 эпизод, потому что 18, мне кажется, до конца покажут. Но бог-то с ним, а вдруг там дадут какую-то миссию для двух групп, например, или для трех групп, и, в общем-то, 18-19 это будет тоже какая-то такая цельная более-менее спайка. Ладно, давайте, тем не менее. Значит, девчонки сначала показались, приехали в, собственно говоря, в студию JVP Entertainment, в здание здоровое, ходили, въезжали от восторга, восторгались натурально. Некоторые девочки прям заметно позаслели, особенно это было Келли. Келли прям заметно выросла, и ей почему-то жопу ее спросил, когда встретил, такой, тебе же 13 исполнилось? Она такая, да. А, мне почему-то казалось, что и раньше было 13. Я этого момента не очень понял, но, предположим, допустим, ей сейчас 13. Хорошо. Может быть, когда показывали ее в первой части шоу, тогда еще не было, когда записывали 13. Но исполнилось на момент показа. Такое теоретически быть возможно. Может быть точнее. Хорошо. В общем, девчонки пришли, их там, видимо, как-то расселили, их познакомили. И потом, когда прошло, собственно говоря, две недели, они уже как следует походили по самому вот кампусу JVP Entertainment. Джуп их опять-ка встретил, спросил, вы тут кого-нибудь из звезд видели? Они такие, да. И они начали перечислять всех. То есть, они видели Twice, It's, Stray Kids, NMix. В общем, всех, кого нужно было, они видели. И у некоторых на глазах прям такой, о, боже, я в таком восторге. Ну, потому что, скорее всего, многие из этих групп, у них вполне себе кумиры. Окей. Значит, им еще про здание рассказали, что там свежий кислород. Вот, в общем, да, все замечательно. Тут выяснилось то, что Мелисса, которая попала, разумеется, в эти небольшое уже количество девушек, скоротившуюся на одну, да, к сожалению, Миша не попала, не прошла. А Мелисса записала видео и сказала, что она по личным причинам не может. Может, родители запретили, может, учиться нужно, может, подумала-подумала, решила, что какие-то нагрузки потенциально не по ней. Не знаю. В общем, она сказала, сорян, сорян, я участвовать не буду. Кстати, по-моему, в прошлый раз я могу ошибаться, но, по-моему, я в реакции спутал, и когда говорил, что вот как-то, по-моему, Мелисса неправильно спела. Мелисса, на самом деле, спела хорошо, более-менее, по крайней мере, не очень хорошо. Тогда, в прошлый раз, выступила Кристина. Но, справедливости ради, она в этот раз улучшилась, причем, да, довольно-таки заметно. Ладно, в общем, Джуб сказал, что теперь тоже у нас будут рейтинги всякие разные, да, после каждого, сказать, выступления. Все девчонки будут оцениваться от лучшей к худшей. И кто два раза подряд окажется на последнем месте, тот вылетит. Такая система не новая, ее использовали, например, ее в Квиндоме пазлалось, в Квиндоме, точнее, использовали. Группа, которая оказывается на последнем месте два раза, вылетает. Такого, правда, ни разу не случилось, но здесь шансов больше, на самом деле, на такое, потому что, ну, теоретически какая-то девочка может сильно отставать. Посмотрим, конечно, какая. И будет ли такое, в принципе. Хочется верить, что нет, что никто на последнем месте нервоза не окажется. Вот, Джуб также представил новый кулон, он еще больше предыдущего. Там еще четыре места для камешков драгоценных, преимущественно, по-моему, прозрачных в этот раз. Это, опять же, вокал. Насколько я понял, это вокал, это танцы, это индивидуальное выступление, которое в самом начале, и это так называемый настрой. В общем-то, Джуб объяснил, что это такой фокус, что это отношение к окружающим и так далее и тому подобное. То есть, это вот вещи, которые, не знаю, будут оцениваться потом, оцениваться всеми, на самом деле, окружающими в том числе. Вот. И оценка характера, в частности, будет производить через специальные блокнотики, в которых, например, те же тренера будут клеить наклеечки. Да, девочка отлично поработала, мы и клеим наклеечку, и таким макаром, у кого заполнится, тот и молодец. А, вот. По-моему, другие печенки тоже будут клеить. Но в этом я до конца не уверен. Ладно. Также Джуб провел свою традиционную встречу с новыми потенциальными трене. Они теоретически все могут быть, да, трене. Сейчас только Джина могут быть все. JVP Entertainment. И рассказал им о принципах кей-поп артиста. Он это делал уже в Низи Проджект, как минимум. Наверняка делал в Низи Проджект 2, там где с пацанами, да. И мне его эта речь очень нравится, потому что он толкает грамотные вещи. Он говорит, что у артиста в JVP Entertainment должно быть три главных качества. Это, собственно говоря, честность, усердие и скромность. Скромность имеется в виду, что думать еще о других, а не только о себе. Жаль, что это не всегда в песни выливается, да, потому что песня часто такая, а, я, я, я люблю себя и так далее. Это у всех абсолютно компаний. Но предполагается, что в реальной жизни все-таки вот человек должен быть скромным и думать больше о других. Все-таки о себе тоже, само собой, но о других. И одна из вещей, про которые Джупа упоминает каждый раз, мне это очень нравится, он говорит, что вот есть мнение, что когда вы перед камерами держитесь там максимально осторожно, да, не ляпните ничего такого особенного, что вот дом можете расслабиться, перед камерами держитесь. Он говорит, что это, на мой взгляд, неправильный подход, что лучше всегда быть таким человеком, что если вас вдруг где-то запалят камеры, да не страшно, ну и запалили, и запалили, что такого-то, как бы вы на самом деле не поменяйтесь. И вас, условно, папарацци никак не смогут задеть, никак не смогут там вывести на чистую воду, все такое прочее. А по поводу усердия, опять же, он говорил, рассказывал про себя, говорит, что я, когда начал выступать, были люди гораздо поуспешнее, но, мол, я практически всех пережил. Я просто усердно трудился, и вот я до сих пор на сцене, у меня там про компанию не сказал, но, наверное, подразумевалось. В общем, главное стараться, даже если вам кажется, что вы кому-то уступаете, продолжать, продолжать трудиться. Опять же, по-моему, правильная абсолютно, скажем так, моральная установка, которую он дает девчонкам. И в Низи Прожек было это, и здесь, опять же. Вот, и началась первая миссия, свое выступление, собственно говоря. Проверка, что они там делали полгода, и как они там подготовятся в этот раз за две недели буквально, насколько я помню. Вот, и, кстати, он сказал, что три месяца будет длиться этот вот лагерь в Корее. То есть, три месяца. У нас, конечно, будет спрессовано все буквально за сентябрь. Почему, я скажу чуть позже, опять же. Но у них это три месяца займет. Хорошо, чудесно. Сначала была Келли, первая, которая немного подзрослела. Опять же, у нее, по-моему, слишком голос даже поменялся. Я не могу гарантировать, по-моему, поменялся. Вот именно не певчески, а разговорный. Очень забавно, на самом деле. Может быть, у нее ломается, я не знаю. Все-таки подросткового возраста сидела. Вот, она выбрала песню поп от Найон, и ее очень замечательно спела. Единственное, для чего Джуб потом в конце мог докопаться, она, в принципе, на тренировках была ок и замечательная, и спела хорошо, и танцевала. У нее прям что-то танец, по-моему, он прокачался довольно-таки сильно, и это прекрасно, я считаю. Единственное, для чего Джуб смог докопаться, это то, говорит, что ты все-таки не до конца получил удовольствие, на мой взгляд. Мол, вижу, очень круто выступила, но ослабляйся еще больше. У тебя это должно получиться. Ты прям все шикарно, не думай о том, как круто исполнить. Думай, ну, на задней подкорке, да? Думай о том, как получить удовольствие от выступления. Окей, хорошо, это единственные претензии, и Джуб ей, разумеется, дал камешку. Это очень круто. Потом была Кендал. Кендал выбрала песню 24 Hours от Son Me, на самом деле. Очень хорошая песня, и очень выступление такое с хорошим вокалом и с очень чувственным, местами даже очень сексуальным танцем. Кендал выбрала, она очень упорно тренировалась, прям и так, и так старалась. За два дня до выступления, к сожалению, ослаб голос, но в итоге она, на самом деле, оправилась вполне себе. Исполнила. Танец был очень хорош, прям-таки замечательный. По вокалу было не идеально, но тоже очень достойно, учитывая достаточно большое количество движений. Она еще и пела, и выступала, и, по-моему, это все было на корейском, если ничего не путаю. Прям-таки чудесно, на самом деле. Кстати, композитор этой песни тоже сам Пакчинен. Он еще такой, «А, мою песню исполняешь? Молодец, надеюсь, у тебя это получится». Он еще, когда она выступила, он спросил у нее, «Скажи честно, только честно, ты знала, что мне понравится? Или там понятия не имела, что я буду доволен?» Она говорит, «Честно говоря, понятия не имела, даже немножечко нервничала». Он говорит, «На самом деле выступала-то так, как будто была свята, уверена, что мне все понравится. И все, мне понравилось. Да, мол, есть там пара моментов, которые технически можно докопаться, но в целом у тебя все очень хорошо, актерка у тебя замечательная». И говорит, «Когда ты выступал, я даже не думал о Сунми, а это очень сложно сделать, потому что это песня о Сунми, она с ней ассоциируется плотно и так далее». Мне тоже, я с ним полностью согласен, все было очень хорошо. Единственное, что меня потенциально испортило, я все-таки не джуб, я не настолько объективен. Эту же песню исполняла Мако в Низи Проджик, как раз во второй части. Там уже было концепт, уже вполне себе выступление было, не вот, грубо говоря, в небольшом помещении, да, а прямо на сцене. Я специально пересмотрел, там просто идеальный практически вокал, идеальные движения, все, просто комар нос не подточит. И, конечно, у нее гораздо лучше получилось, чем у Кендалл. Но Кендалл тоже молодец, Сунмичка вообще без вопросов. Опять же, прогресс между тем, как она была в самом начале и сейчас, видя неужженным глазом, это очень здорово. И еще важный момент, здесь вот выступление, здесь вокал, его начали обрабатывать. Это не предзапись, на мой взгляд, мне так кажется, я не могу ничего гарантировать. Мне кажется, это не предзапись, его просто обрабатывают, может быть, слегка автотюнят, но чуть-чуть, чтобы было видно, где девочка косячит, если она косячит, но чтобы какие-то, видимо, моменты сглаживать. Не знаю, что, потому что, ну, местами было очень хорошо, и я не особо верю, что девочки настолько хорошо выступают. Хотя, всякое, опять же, может быть. Ну, и чисто по звуку мне так показалось. И когда закончился этот 16-й эпизод, появилась надпись, что A2K закончится 20-го и 21-го сентября, так сказать, двойным финалом. Будет финал окончательный, собственно говоря, в четверг. То есть, обычно они проходят по понедельникам четвергам, а теперь будет среда четверг. Окей, хорошо, прекрасно, мы прям такую ударную дозу получим. Получается, вот у нас какие эпизоды-то будут? А, ладно, неважно. Хорошо. Как раз понедельник четверг, понедельник четверг, понедельник четверг и среда четверг. Видимо так. Или понедельник, среда четверг. Ладно, проехали. Хорошо, 17-й эпизод. 17-й. Он начался. Выступила Кейджи. На мой взгляд, она немножко четверила, потому что она взяла гитару, это сложно, хорошо, окей, но она не танцевала. Она села и исполнила песню Леон Раймс, которая называлась Blue, по-моему. Я эту певицу, в принципе, знаю. Песню не особо, песня мне не сильно заходит. Она исполнила хорошо, Джоб сказал, все, вполне себе неплохо, вполне себе неплохо. Она отставала бокалом при этом, но гитара была вполне себе в ритм. И у нее до этого, до того, как она еще выступала финально, у нее была проблема, ей про это говорили вокальные тренеры, она вот, когда там какие-то аккорды брала на гитаре, она при этом постоянно еще и голосом, ну, рвано получилось. То есть, она голос синхронизировала, словно говоря, с ударами руками, пальцами по гитаре, по струнам. И в итоге она научилась, что его не делает, то есть, у нее нормальный голос натянуло ноты и отдельно вот играла на гитаре. Видимо, это сложная задача, я на гитаре не играю и не пою, тем более, поэтому понятия не имею. Верю на слова, разумеется, Кейджи и тренерам. Джо, опять же, сказал, что можно получше сделать, но вполне себе хорошо, эмоции ты выдала очень-очень здорово, на самом деле. И дал ей камеши, хотя, опять же, ну, на мой взгляд, все-таки в данном случае должны быть и танцы, потому что, странно, гитара это не то умение, которое нужно кей-поп-группе в данном случае, а танцы нужно. Кейджи оставала по танцам раньше и остается сейчас, потенциально, может быть и неправда. Посмотрим, да, разумеется, танцевального задания, но пока окажется так. Ладно, хорошо. Потом была Кристина, которую я несправедливо обвинил. Наоборот, я Мелису несправедливо обвинил, а Кристина как раз оставала действительно по вокалу в предыдущем, позапрошлом эпизоде, получается. Она решила спеть свинг, господи, кошка зашла, она решила спеть свинг-бэйби. Собственно говоря, это песня самого Джупа. Джуп заранее сказал, что, да, кошка, ты туда или сюда, еллы-палы. Киса, давай, у тебя получится. Давай, давай, киса. Нет? Передумала? Такая, ой, ладно, ей не очень-то нужно. Киса решила не заходить. Что-то потыкалась, потыкалась, они... Ну, ура! У кошки все получилось, вот она зашла. Замечательная киса, умничка, хорошая кошка, хорошая. Кстати, теперь обе кисы в сборе, она одна вот здесь сидит, вы ее не видите, лежит. Ну, так вот, возвращаемся к эту кей. Да, Джуп сразу сказал, что это самая сложная песня, на мой взгляд, потому что, ну, прям вот, от него, по-моему, он так сказал, а песни его, там свинг, там все дела, там эмоции его всю дорогу. В общем, Кристина при этом не понимала слов, потому что песня-то на корейском, опять же, она постаралась выучить, она слог за слогом выучила, она разобрала смысл, она в итоге выступила, и на самом деле получилось у нее более чем достойно. Она очень здорово станцевала, на мой взгляд, прям хорошо, но она, в принципе, всегда по танцам была хороша. И, главное, она неплохо спела, при том, что были танцы параллельно, и это было лучше, чем полгода назад, ну, прям однозначно. То есть, мне особо вокал не нравился, сейчас я не то, чтобы в восторге, но это уже гораздо лучше. Кристина молодец, умничка. Вот, она еще потом спросила у... У Джуб, когда я ей дал камешек, он спросил у нее, ты в тексте все поняла? Она такая, конечно, я все перевела и все разобрала. Молодец. Потом вышла Джина, и Джина, поскольку у нее нет проблем ни с вокалом, ни с танцами, она все-таки тренит, да, и полностью талантливая, она решила исполнить песню Two Different Tears от Wonder Girls. Опять же, песня хорошая, песня при этом такая прочувствованная, она такая местами веселая, местами грустная, ну, прям караул. Джуб заранее сказал, что я немножко волнуюсь, потому что у меня нет, опять же, вопросов к ее навыкам базовым, но она не очень умеет выражать эмоции. Это как бы проблематично, у нее часто выступления более-менее одинаковые. Говорит, надеюсь, она мне что-то покажет новое. И она, Катерина, кстати, показывала, как выражать эмоции, вроде как у нее получалось, он ей даже стикер дал, потому что она очень хорошо старалась, она умничка, опять же. Она выступила, и действительно, тут я даже сам почувствовал, выступила хорошо, все прям чудесно, танцы правильные, вокал замечательный, все четко, но действительно, она эмоции выражает не очень. То есть, она улыбается, но у нее нет какой-то, не знаю, спонтанности, ничего, чтобы она вот так вот показала, понимаете, это даже у Кейли, у маленьких ног не получается, это у Кристины, опять же, выходит, у многих выходит, опять же, у Этой прекрасно получалось, у Кендала, опять же, в предыдущем эпизоде. Джин, это не получается. Джуб сказал, блин, на самом деле, эмоции, говорит, я от этого выступления получу практически ноль. Вот у меня нет вопросов ни к танцам, ни к вокалу, но тебе нужно быть разнообразнее, нужно быть более, там, не знаю, спонтанной. Он ей показал, как она, например, может спеть, там, and I love you, вот, собственно говоря, такая строчка. Он показал ее там 3-4 раза, говорит, можно вот так, можно вот так, конце протянуть, или наоборот оборвать, говорит, по-разному, а у тебя все линии абсолютно одинаковые, такие, отрепетированы. Это не очень правильно, нужно что-то другому делать. Говорит, я не могу тебе не дать камешек, потому что докопаться до твоих базовых навыков я не могу. По танцам, по вокалу все хорошо, но, блин, пожалуйста, поработай над собой, тебе надо меняться. Когда она ушла, она такой, блин, что-то я начал с Джимом переживать. Я его понять могу абсолютно. Я все равно считаю, что девочка, которая прям очень хорошо танцует, вокал и прочее-прочее делает, она в группе вполне себе пригодится, но лучше бы, конечно, она умела, блин, выражать эмоции. Она как-то выделялась помимо внешности вокала и танца. Как-то так. Ну да, ладно. Последнее выступление в этом эпизоде было, собственно, игрокамила. Вот, она там пыталась взять высокую ноту. Спела она Ариану Гранде One Last Time. Когда тренировалась, сломался голос при переходе на высокую ноту, но она вроде это победила, на самом деле. В целом, она в конце перед джупом спела неплохо. Не до конца мне показалось, она взяла эту самую ноту. Где-то чуть-чуть у нее как будто что-то сбилось, да. Но джуп сказал все хорошо, ему все понравилось. У него вопросов абсолютно не было. Камешкин тоже, насколько я помню, дал. Вот, это были 16 и 17 эпизоды. Опять же, не уверен до конца, что я правильно поступаю, упуская реакцию на два из этих эпизодов. Но, допустим, если в 18 эпизоде они просто отреагируют, ну, до конца выступят, и джуп скажет, все, следующая миссия будет в следующем эпизоде, я, скорее всего, просто в 18 отдельную реакцию запишу. И все. Делов-то, правильно? Все. На этом пишите в комментариях, как вам эти выступления, как вам, девчонки, согласны ли вы с мнением джупа, и в частности моим, у джупа я, конечно, более радикально, у меня все-таки поменее, что Джина, блин, Джине нужно разнообразие, Джине нужно эмоции больше выражать. Она очевидна, по-моему, когда она общается с подружками, с девчонками, да, все ок, абсолютно, да, она реально выражает эмоции, выражает радость и так далее. Я не знаю, может, когда ей выступают, когда она выступает, например, поет что-то грустное, ей нужно вспомнить о чем-то очень грустном, да, я, насколько понимаю, актеров, актрис так часто работают. Вот они не могут, например, слезу, да, выдавить, они вспоминают о чем-то очень грустном, они такие, начинают рыдать. Может, ей что-то такое нужно делать, оно потом само пойдет. Но, на мой взгляд, блин, пусть эти тренеры делают, для чего они там иначе работают. Как-то так, все, комментарии, подписка, лайк, бусти, не забывайте, товарищи, если бы не бусти, у меня бы времени на все это дело не хватало, ну, никак. И желательно, чтобы на бусти было больше людей. А, чуть не забыл, поблагодарить моих замечательных спонсоров. В особенности, а то что-то как-то совсем так разошелся и не сказал, кого я благодарю. А, я же перед реакцией благодарю, да, обычно, а здесь обычно нет, а пофиг. Шура, Илья Просин, Горщик, Генери, Антон Балютис, Александр Дребнев, Анис, Тринрин, и еще раз Шура. Вот, все, теперь точно все пока.